И мы снова возвращаемся к делу сестер Хачатурян. Казалось бы, что там может появиться нового? Появилось. Следствие обнародовало... Расследование закончено. Сейчас изучают стороны, изучают материалы уголовного дела. И настоящая такая война компроматов между адвокатами двух сторон, потерпевших и со стороны девочек. И практически в ежедневном режиме, несмотря на то, что уже действительно, казалось бы, что же может быть нового, мы узнаем какие-то интересные события уже из материалов уголовного дела, которые становятся нам доступными. И вы в том числе можете увидеть эти материалы на нашем сайте. Ну и вот буквально вчера была обнародована запись первого звонка в полицию, которую сделали девочки сразу после преступления. Ну напомним, да, что они убили своего отца, три сестры убили своего отца. Да, который над ними издевался. Да, причины стали жуткие издевательства, в том числе и сексуального характера, физическое насилие и так далее. Три сестры подозреваются... Время прошлого года, да. Да, подозреваются в убийстве отца. Собственно, я так понимаю, что преступницами их может назвать только суд. Но девушки убили Михаила Хачатуряна. И вот он тот самый первый звонок. Звонок Ангелины. Звонок одной из сестер, давай скажем так. Да, потому что там все... Все запутано. Все неоднозначно. Звонок в полицию, вот как это было. Лет вам сколько? 18. Так, 4. Ирина? Ангелина. Ангелина Михайловна? Да. А папа белый был? Нет, ну в полиции наркотических веществ вроде. Он, да? Он употреблял наркотические вещества? Нет, у него есть успокаивающие таблетки, но он их много выделил. А с кем вы были там? Я с двумя сестрами. А сестрам сколько? Одной 19, другой 17. А он у вас нападал с ножом, да? Да. А кто именно ножом убил отца? Я. Вам, да? И, конечно, невозможно это спокойно слушать. Девочка плачет. Представляется Ангелины. Но на самом деле есть экспертиза, которая в том числе и по голосу определила, что звонила младшая из сестер. На тот момент ей было 17, и девочку зовут Мария. Мария была признана экспертизой, она лежала в институте сербского, и это была экспертиза стационарная, была признана невменяемой. Зачем она называлась именем другой сестры? Объяснить это не может ни один психотерапевт, потому что то состояние, в котором она находилась в эту минуту, оно не поддается никаким нормам. То есть она не понимала, что она говорит, не понимала, что она делает, зачем она это делает. То есть она была в невменяемом совершенно состоянии. Поэтому вот эта запись, которая была обнародна, предположительно, что обнародовали ее родственники, которые сейчас пытаются сделать из девочек монстров, она никаким образом не может быть использована как доказательство. Почему? Потому что, повторюсь, она в этот момент была в невменяемом состоянии. Есть заключение, есть заключение, есть экспертов, есть документы о... Значит, что, согласно этим выводам, у Ангелины и Марии до преступления наблюдались пониженное настроение, суицидальные мысли, в том числе из-за насильственных действий сексуального характера. Все это происходило на фоне уже имеющегося синдрома жестокого обращения, обострение посттравматического расстройства, защитно-оборонительная реакция непсихотического уровня, протекавшая с сильным эмоциональным и психомоторным возбуждением. Сестры воспринимали обстановку в семье, это тоже мнение эксперта из уголовного дела, сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизнью и здоровью. Об этом свидетельствует совершенное на протяжении нескольких лет отцом на льсистинные действия сексуального характера, психологическое и физическое воздействие на них. То, что это звонила Мария, в том числе подтверждает и адвокат одной из сестер Хачатурян, Алексей Липскер. Давайте услышим его прямо сейчас в эфире. Алексей, добрый день. Она является, скажем так, одним из фактов того, что был звонок. То, что звонок был сделан Марии Хачатурян, мы это подтверждаем, однако хотим обратить внимание на то, что Мария была, во-первых, признана невменяемой в связи с психиатрической экстремией в момент совершения деяния. Кроме того, у нее был ряд, скажем так, травм психических установлен, который говорит о том, что ее психическое состояние было нестабильно и могло влиять на ее действия и поведение посредственно после совершения криминированного ее деяния. Речь в том числе идет и о том, что она могла звонить скорую помощь в полицию и давать каким-либо образом объяснение при описании случившихся и первичных показаний. Поэтому мы считаем, что, учитывая ее психическое состояние, нельзя давать какой-то вывод ее действий в данном случае и использовать их тем более в качестве каких-либо доказательств по уголовному делу. Это был адвокат одной из сестер Хачатурян Алексей Липскер. Скажи мне, Настя, все, что мы сейчас услышали, звонок в полицию, есть еще и видео, кстати, на сайте можно посмотреть, это вот первое видео. Видео первого допроса, да, точно так же имеется... Последственные действия так называемые. Имеется экспертиза, где все три девочки были признаны, что находились в шоковом состоянии на протяжении трех суток после совершенного преступления. То есть то, что они говорили, они же там и в том числе друг друга били, и все это как бы на фоне тяжелых, хронических, уже таких психологических расстройств, которыми они страдали на протяжении многих лет. Да, вот ты сказала война компроматов, но данные документы и то, что сейчас говорят адвокаты, и, видимо, на чем они будут настаивать, все-таки, что это была самооборона, вот, что терпеть издевательство Михаила Хачатуряна, покойного, убитого, не было никакой возможности, что была борьба за выживание, либо-либо, либо сестры покончили жизнь самоубийством, да, либо вот совершили убийство. Именно на этом настаивает... Настаивает адвокаты девочек, но ты не забывай, что есть совершенно другая сторона, которая сейчас это родственники, которые признаны потерпевшими, которые гнут свою линию и говорят о том, что Михаил, он был просто вот святым человеком, и дочек очень сильно любил, и вот один из тех... Настя, подожди, подождите, подожди, я... Значит, о покойном либо плохо, либо хорошо, либо никак, да, вернее, либо хорошо, либо никак плохо не говорят. И, тем не менее, то, что появляется... Ну, ребят, родственники могут называть его святым человеком, но мы видели переписку. Хорошо, переписку можно подделать. Мы слышали... Фотографии избитых девочек. Мы видели фотографии избитых девочек. Ладно, сами себе травму нанесли. Ну, то есть, подо всем можно найти. Но когда мы слышим телефонный разговор, когда он не стесняется дочерей, когда мы видим видео, когда он не... Он сам снимает почему? Не стесняясь, матерится. Я не... Как сапожник это ничего не сказать. Он просто кроет матом эти... Они стоят бедные, они глаза на него поднять не могут. Боятся посмотреть. Да, все может быть притянуто за уши в этой истории. Все может быть... Но пока факты... Я даже не знаю, какие оправдательные моменты могут найтись в отношении Михаила. Убивать никого нельзя, да. Да, очень много вопросов в очередной... Да, скажем, что они все-таки обращались в полицию, никто их не слышал, там, и заявление было в масле. Это вопрос уже, да, к тому, как работает полиция, да. Вот вас когда убьют, тогда и приходите. Это... Ну, вот одно из последних разоблачений, где вот как раз Арсен, племянник Михаила, который сейчас его очень активно защищает, вот из серии, что о мертвых только хорошо. И вот на нашем сайте буквально позавчера мы опубликовали переписку Арсена и Ангелины. К нему случайным образом попадает фотография Ангелины, у которой из головы просто хлещет кровь, и он... И он называет Михаила чертом просто. Говорит, это черт, девочки, молчите, ничего никому не рассказывайте. Ну, и опять же, пытается материться в его адрес и говорить, что, ну, вот это последний человек, но вот сейчас это главный свидетель против девочек. Настя, и сейчас он его защищает? Он его защищает. Ну, как объясняют это адвокаты, и как вообще это можно объяснить с точки зрения психологии, что сейчас вот родственники, они занимают сторону мамы Михаила, которая же вот потеряла сына и при этом приобрела неплохое наследство. И сейчас она распоряжается всем имуществом, которое есть у семьи. Ну, и, соответственно, очень многие хотят быть рядом с ней, угодить ей, и вот такая черта. Да, ждите. Я понимаю, что там еще вопрос наследства. То есть, вы понимаете, какой это клубок запутывается. Но мало того, что девочки должны получить какой-то приговор суда. Они сейчас очень переживают, что от них отвернулись все родственники, практически все. Да, они находятся, я по-прежнему напомню, они находятся под домашним арестом. Там ряд ограничений, которые невозможно их приступить. Они могут, по-моему, даже с собой общаться или общаться только в присутствии свидетелей. Ждем приговор суда. Там же еще и наследство. А с каких это пор... Разве наследователь первой руки это родители, а не дети? Ну, дети под следствием сейчас, поэтому практически все имущество унаследовала мама, которая вот и сейчас... А из имущества там что, Настя? Ну, там и недвижимость, и автомобили, то есть, довольно много. Ну, и напоминаю, что сейчас слово последнее остается за прокуратурой. Дело либо будет направлено в суд, либо на доследствие, либо вообще закрыто. Вот нам здесь пишут, я как милиционер просто не верю, что они обращались в полицию, им не помогли. Ну, сие есть факт. Мы будем следить за этой историей. Продолжение следует...